Кто-то считает, что это болезнь наркоманов или асоциальных личностей. Кто-то боится заразиться этим при половом контакте или обычном бытовом общении. В мире этим вирусом инфицировано в 4 раза больше людей, чем ВИЧ. Почему гепатит считается многоликим и как не оказаться в зоне риска? Об этом в сегодняшней программе. В слюне вируса нет, в молоке в женском вируса нет, в слезах вируса нет. Я поэтому говорю, можно внучку целовать. Смотрите сегодня в программе. Почему этот вирус называют многоликим убийцей? Что нужно знать о профилактике гепатита В? И как не попасть в группу риска? Гепатит – это заболевание, которое окружено множеством вымыслов. Из-за этого у нас складывается ложное представление о недуге. Мы боимся им заразиться, где это в принципе невозможно. И не соблюдаем простейшие меры профилактики. Что же такое гепатит на самом деле? Откуда он берется? И как сократить риск заражения до минимума? Попробуем разобраться. Но сначала краткий обзор новостей о гепатите и ВИЧ. Весной этого года впервые в мире была принята международная стратегия по борьбе с вирусными гепатитами. На 67-й Всемирной ассамблее здравоохранения ее одобрили представители из 193 стран, включая Россию. Министерство образования и науки России опубликовало поправки в Семейный кодекс, которые позволяют людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Красноярском крае продолжается добровольное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию с помощью экспресс-анализа. До конца текущего года дополнительно планируется протестировать 5000 человек. На этой неделе, 17 и 18 октября, в городе Заозерной пройдут две крупные акции. Сдать экспресс-анализ на ВИЧ можно будет в торговом центре «Империя» с 17.00 до 19.00 часов. В американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо с сентября этого года зафиксирована крупная за последние 20 лет вспышка гепатита А. Роспотребнадзор обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок. Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства, идеи о том, что такого вируса не существует и лечить людей не надо. Информация о документе размещена на сайте проектов нормативно-правовых актов. Планируемый срок вступления закона в силу – январь 2019 года. Статистика говорит о том, что в России с гепатитом В и С столкнулись до 5 миллионов человек. В США и Европе вовсе от гепатита С умирает в 10 раз больше людей, чем от ВИЧ. Чем же опасно это заболевание, узнаем у специалистов. Гепатит – это воспалительный процесс, который приводит к разрушению клеток печени, при хронических формах полного восстановления не происходит, и клетки печени замещаются с соединительной тканью, как следствие развития цирроза и даже рака. Это, во-первых, ДНК-овый вирус, который встраивается в геном клетки, и поэтому избавиться от гепатита В очень-очень сложно. Зачастую инфицированные гепатитом В не знают об этом. Болезнь либо не проявляет себя, либо ее симптомы напоминают обычную простуду. Постоянная усталость, головная боль, боль в животе, отсутствие аппетита, легкое повышение температуры, мышечные боли. У людей с хронической инфекцией симптомов обычно вообще нет. Вирус гепатита В передается через кровь и жидкости организма при незащищенном сексе, использовании общих туалетных принадлежностей, при пирсинге и татуировании. Также этот вирус передается от матери к ребенку во время родов. Сдать кровь на гепатит сегодня можно как в государственных, так и в частных клиниках и лабораториях. При положительном результате назначается многоэтапное лечение антивирусными препаратами. Терапия достаточно длительная. И пациентов сразу предупреждаем, что длительность лечения даже годы занимает и 15, и 20, и 25 лет. И это не только для нашей страны характерно. Сегодня весь мир так лечит хронический гепатит В. То есть положительное то, что хронизация, то есть переход острого в хронический при гепатите В невысокий процент, это где-то 5-10 процентов. Но терапия сегодня, которая бы нам давала устойчивый вирусологический ответ, или, как это сказать, выздоровление после лечения, этого, конечно, оставляет желать то, что в будущем, возможно, будут найдены препараты, которые позволят нам избавляться от вирусного гепатита В. Предупредить заболевание, отмечают специалисты, всегда проще, чем лечить. Поэтому не стоит отказываться от вакцинации гепатита В. Тем более, что она входит в национальный календарь прививок в рамках ОМС гражданам России. Их делают бесплатно. Достаточно обратиться к участковому терапевту поликлиники с паспортом и полисом. Конечно, нужно себя вакцинировать. И нужно постоянно контролировать напряженность своего иммунитета, потому что прививок пожизненных не бывает. Поэтому через 5-7 лет нужно обязательно смотреть свой титр вот этих защитных антител. И если он снижается, потому что есть определенные параметры, то нужно, конечно, повторить вакцинацию. Если он напряженный, потому что все мы разные. Для кого-то 15 лет и иммунитет сохраняется напряженный, а кому-то и 5 лет. Через 5 лет уже нужна повторная ревакцинация. Поэтому каждый должен беречь себя сам и думать о себе самостоятельно. Гепатит пугает людей так же, как СПИД и РАК. Несмотря на профилактическую работу, которая ведется, по крайней мере, в крупных городах, люди считают, что это неизлечимая и смертельная болезнь. Но это далеко не так. Медицина достигла серьезных успехов в лечении хронических вирусных гепатитов. Но существует множество мифов вокруг этого заболевания. Развенчаем некоторые из них. Правда ли, что гепатитом В можно заразиться через пищу, объятия и другие бытовые контакты? Нет, это неправда. Вирус гепатита В имеет высокую устойчивость к агрессивным температурным режимам, кислотам и щелочам. На протяжении длительного времени вирус может сохраняться в засохшей крови, которая остается на инструментах, как медицинских, так и маникюрных или бритвенных. Можно ли самому диагностировать гепатит? Самостоятельно диагностировать гепатит практически невозможно. Следует обратиться к специалистам. При первичном приеме врач проведет осмотр методом пальпации, обследует область печени. Подтвердить или опровергнуть первичный диагноз поможет только лабораторное исследование крови и мочи. Говорят, что гепатит В неизлечим. Это не совсем так. Гепатит В у взрослых пациентов чаще всего заканчивается выздоровлением. Это более чем 90% случаев. У 3-5% гепатит переходит в хроническую форму, которая у большинства людей протекает очень спокойно, без клинических симптомов. Далеко не у всех развиваются тяжелые последствия, такие как цирроз или рак печени. Сколько раз делают прививку от гепатита В, если человек никогда не прививался? Курс выбирается в произвольном порядке, но соблюдать схему надо обязательно. При первичной вакцинации для формирования долговременного иммунитета необходимо сделать 3 укола. Срок действия прививки от гепатита В у взрослых независимо от названия препарата и цены от 2 до 20 лет. Простая истина. Предупредить болезнь гораздо проще, чем ее лечить. Особенно при полноценном и квалифицированном лечении. Зная как можно больше о своем враге, человек может эффективнее противостоять ему, получая в конце концов желанный приз в свое здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok